Глава Республики Крым заявил, что проход в Фаровский парк останется открытым для жителей полуострова. 3 марта Сергей Аксенов побывал на объекте и пообщался с людьми, которым пообещал, что их посещение особо охраняемой природной территории ограничивать никто не будет. При этом возведение детского лагеря Акбарс там продолжится. Его строительство абсолютно законно. Никаких нарушений в документации выявлено не было. Если будет ухудшение, я буду настроен местных жителей в этой ситуации. Но справедливость должна быть. Детский лагерь здесь будет. В данном случае никаких в этой части вопросов нет. По забору мы в пятницу обсудим ситуацию, как его или минимизировать ситуацию, вообще предвинуть зданием. Или найти вариант, как его не ставить в принципе. В данном случае пропуск еще раз на пляж будет. Пляжную территорию обходим. Ранее Сергей Аксенов возглавил рабочую группу, которая в ближайшее время проверит законность всех строек в Фаросе. Никакой противоправной вырубки реликтовых и краснокнижных деревьев на территории парка впредь производиться не будет. Так же заверил глава Крыма. По вырубке деревьев всех мало того, что накажут административно в этой ситуации. Здесь вот коллегам спасибо. Я знаю, что они люди системные, они организуют эту работу, высадят на каждое дерево, в нем пять компенсационных. Никаких вопросов. Я ставил телефон членам инициативной группы. В случае, раз не реагируют мои коллеги, что делать буду, ускорять их я. То есть я их ускорю, всех без исключения. То есть и депутатов, и исполнительную власть. Местные жители выразили недовольство слабым взаимодействием с местными властями. В свою очередь глава Крыма пообещал взять ситуацию под личный контроль и приехать на объект еще раз в пятницу 5 марта, чтобы окончательно уладить все вопросы.